Настоящая военная машина катает туристов? Да вы шутите, не верила наша съемочная группа. Но когда мы увидели этого зеленого гиганта, стало не до смеха. Первое впечатление – мы приехали снимать сюжет про боевые учения, а не про отдых в Алтайском крае. Но ураган оказался не таким страшным, а вполне удобным и даже уютным автомобилем. Его хозяин Владимир Ельников, кстати, бывший военный, сам переделал МАЗ. Внутри построил небольшую трехкомнатную квартиру. Кухня-столовая, зал и спальня. Электричество, газ, вода – здесь все автономно. У меня и танки были, и БМП были. И в конечном счете уже раньше было эмоции. А сейчас как-то уже не очень. Ну как на джипе едешь, на крузере, только в пять раз больше. Проходимость урагана впечатляет. На нем можно добраться действительно хоть на край света. Он легко идет по бездорожью, мягко преодолевает овраги, форсирует реки. Правда, аппетит у восьмиколесного огромный. Литр топлива на один километр. А вот цена отдыха на таком авто небольшая, а тысяча рублей с человека в сутки. Весьма бюджетно, учитывая, что ночевать можно в нем же. Эмоции в подарок, шутит Владимир Ельников. Одно но. Ураган выставлен на продажу. Поэтому или покупайте, или успевайте. Маргарита Белова, Николай Шелко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин